Привет, Страж! Ты на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и если ты получил Destiny 2 бесплатно на ПК или в PlayStation Plus, или просто начал играть совсем недавно, это видео для тебя. В нем я постараюсь в максимально доступной форме рассказать обо всех ключевых деталях игры Destiny 2, так что устраивайся поудобнее, нам предстоит обсудить очень многое. Итак, ты начал играть в Destiny. Скорее всего, у тебя только базовая версия игры, иначе будем называть ее ванильной. Это значит, что она не включает в себя все вышедшие дополнения, а открывает путь к активностям первого года. Первого полугодия даже. Чтобы играть в актуальную версию, тебе нужно будет купить издание дополнения Отвергнутых, которое будет включать в себя и Проклятие Сириса, и Военный Разум, и собственно сам аддон Отвергнутые. Надо сказать, что если ты пока не хочешь тратить деньги на расширение, или просто считает, что пока и так норм, то ты можешь дождаться нужных дополнений на распродажах. К счастью, попадают DLC на скидки довольно часто. Поэтому сейчас я расскажу об общих вещах, доступных без обновлений и дополнений, а в конце коротко объясню, что следует знать о последних DLC. Итак, первое, с чем тебе предстоит столкнуться – классы. Классов в игре три – Охотник, Варлок и Титан. И у каждого из классов есть три подкласса, которые разделяются стихийным типом урона. У каждого есть Огненная стихия, Электрическая и Пустотная. Их легко отличить по характерным цветам. В чем различие самих классов и за кого лучше начинать играть? Ну, строго говоря, главное отличие между классами заключается в суперспособностях, гранатах, прыжках, ну и способности ближнего боя. У каждого игрока есть любимый класс, но выбрать свой и понять, какой лучше подходит именно тебе, можно только поиграв за каждого самостоятельно. Охотники – классические сталкеры. Юрки – быстрые и суперспособности соответствующие. Всякие финты с посохами, луками, револьверами и ножами. Титаны – мощные, бьющие на пролом, могут ставить защиту для себя и команды. И все суперы их максимально грохочущие, сплэш-удар по земле, огненная кувалда, энергетический барьер, в общем, все такое монументальное. Варлоки – боевые космические маги, украшение вселенной Дестини, мощные способности, умелое обращение с каждой стихией и возможность дополнительно поддерживать братьев по оружию специальными бафами. В командной игре – незаменимая ячейка группы. Лично у меня любимый класс Охотник. Он мне ближе по стилю игры, но понял я это только в сравнении, так что экспериментируйте. Создать вы можете три персонажа на одном аккаунте. Можно трех одного класса, но лучше как раз создать по герою каждого типа и расы. Так будет разумнее что ли? Ограничения по использованию оружия нет. То есть, например, одна и та же снайперская винтовка будет доступна для использования как Титану, так и Охотнику. На характеристиках владения этим оружием это никак не скажется. Итак, ты выбрал персонажа, прошел пару миссий и у тебя начинает накапливаться лут. Броня, оружие, какие-то предметы. Вообще интерфейс в Дестине до неприличия простой и интуитивно понятный для своего жанра. Но некоторые детали могут все же не сразу быть схвачены новичком, а потому открываем меню и смотрим мини-экскурс. В левой части главного экрана у вас отображается кнопка переключения сап-классов. Там же вы можете настраивать эти самые сап-классы, менять тип прыжка, гранаты или перков. Как и что работает, сейчас разжевывать не буду. Прочтите описание веток или посмотрите старые ролики на канале, в которых я говорил о некоторых подклассах. Далее в левой части у нас три ячейки оружия. Делятся они на основное, специальное и тяжелое. В первые два слота ставятся аналогичные типы оружия. Например, бывают автоматы для первого слота, а бывают автоматы для второго слота. Но автомат из первого слота невозможно перебросить во второй. В третий слот ставятся особые мощные пушки, вроде ракетниц, гранатометов, мечей и прочего оружия с высоким уроном. Что еще нужно знать о разделении? Если оружие одного типа может быть взято и в первый и во второй слот, то в чем отличие? Все просто. Во втором слоте ставится оружие с определенным типом урона. Например, с электрическим. Не важно какой стихии у тебя класс, не важно варлок ты или титан. В любых условиях ты можешь брать любую пушку с любым уроном. Зачем нужен этот урон? Вот, например, моб с синим щитом. Это значит он арковый, электрический. Чтобы убить его максимально быстро и просто, лучше использовать электрическое оружие. Оно быстро сломает этот самый щит, нанесет дополнительный урон, а вот потом уже можно будет стрелять в гада с оружия из вашей первой ячейки, третьей, какой угодно. Патроны к оружию тоже делятся по слотам. Белые в первый, зеленые во второй, фиолетовые в третий. Ну и раз уж мы заговорили о цветовом разделении, давайте расскажу про тиры оружия и брони. Итак, по возрастанию. Самый простой – белый, зеленый, необычный, синий, редкий, фиолетовый, легендарный и желтый, экзотический, высший грейд. Главное, что с этим нужно знать – чем выше по списку, тем круче. Ты в основном будешь одет в легендарные шмотки. Экзоты надеть больше одного не получится, одновременно может использоваться на персонаже одна экзотическая пушка и один элемент брони. Призрак не считается. В характеристиках оружия, в свою очередь, как и в броне, есть свои настройки – перки. Выпадают они случайным образом, и каждый дает свой эффект. Для каждого типа оружия нужно подбирать свой гадрол – идеальный набор перков. Например, для револьверов нужны перки на увеличение расстояния, а для импульсных винтовок – на скорость перезарядки или точность или урон. На броне тоже есть перки, но там они играют вспомогательную роль. Влияют на скорость восстановления гранаты, суперспособности или дает бонус к подбираемым боеприпасам, например. Теперь к правой части экрана. Тут все проще. Броня состоит из пяти фрагментов. Разделяется только по классам – броню охотника не может надеть титан и так далее. А что это за значки чуть левее брони? Это показатели стойкости, она же защита, восстановление и ловкости. Чем больше цифра, тем выше параметр. Хотите быть пуленепробиваемым – надевайте броню с увеличением стойкости. Хотите добавить подвижности – выбирайте костюмчик с соответствующими перками. После ранения ваш персонаж долго восстанавливает уровень здоровья? Ну что ж, значит качайте восстановление. Ощутимый прирост к любому параметру будет примерно при показателе от 5-6 единиц. Но если хотите добиться лучшего результата, стремитесь к цифре в 9-10. А, ну и фанатам классических ММО, неважно, броня на вас одного сета или разные фрагменты, бафа никакого сбор сета не дает. Чуть выше вам отображается уровень силы. По сути, это и есть единственный значимый уровень персонажа. Он рассчитывается, исходя из среднего числа суммы всей брони и оружия. Надели всю броню и пушки на 200 силы – ваш персонаж будет также 200 силы. Взяли пушку на 250, средний уровень будет чуть выше 200. От этого уровня зависит, сможете ли вы участвовать в различных активностях и насколько эффективны вы будете в них. Всего в стандартном издании ты сможешь докачаться до 20 уровня и 300 уровня силы. Если же ты сразу покупаешь все вышедшие дополнения, то максимальные цифры возрастут до 600 силы и 50 уровня. Какие ограничения? В ваниле ты с ними почти не столкнешься. Однако, если, к примеру, захочешь пойти в рейд, то твои напарники с большей силой будут куда реже умирать и куда больше дамажить. Как качаться? Отдельно ты можешь посмотреть два ролика о процессе прокачки. Один старый и выходил как раз до всех дополнений, когда Destiny 2 только вышла. Так что цифры, о которых я там говорю, будут понятнее тебе. А во втором я уже говорю о новых активностях и новом уровне силы. А что по активностям-то? Ну, для начала пройди сюжетку. Убей Гоула и прокачай своего персонажа до максимальных значений. В какой-то момент ты обязательно остановишься, застрянешь на какой-то цифре вроде 280 силы и дальше вот прям никак кач не пойдет. Что делать? А вот тут и начинается эндгейм активность. Самое важное, Destiny это мультиплеер. Это ММО шутер, не забываем. Тут очень нелегко и не особо интересно играть в одиночку. Так что если ты не уверен, что тебе такое подходит, подумай, стоит ли продолжать играть. Но надеюсь ты понимаешь, что найдя напарников, о том как это сделать я рассказал вот в этом видео, тебя ждет масса приключений, бессонных ночей и экшона. Откуда и как добывается снаряжение? Во-первых, за выполнение задания. Тебе просто случайно что-то доупадет. А во-вторых, с противников могут выпасть эндграммы. Эти эндграммы содержат тоже случайную награду. Чтобы ее расшифровать, тебе нужно обратиться к рептарху в городе или на ферме. Так что же делать после сюжетки? Охотиться за лутом? Исследовать новые приключения и стремиться к максимальному уровню. Собирать коллекцию? В игре появляются данжены, некоторые новые локации вовсе меняются с каждой неделей. Как во всем этом ориентироваться? В этом тебе помогут испытания. Испытания обозначены желтыми метками на карте орбиты. Видишь такую метку у какого-то вендора или на какой-то планете? Значит тебе туда. Там тебя ждет задание с ценной наградой. Все активности делятся на ПВЕ и ПВП. Естественно, ПВЕ в разы больше и наград за ПВЕ, соответственно, тоже куда больше. Налеты, небольшие миссии на троих игроков, ежедневные героические миссии и приключения, патрульные задания, затерянные сектора и, конечно же, рейды, как самая сложная ПВЕ активность. За каждое это задание есть награда. Чаще всего случайная. Есть небольшие активности в открытом мире, называются публичными мероприятиями. Каждый со своей механикой случается в определенное время на разных локациях по таймеру. В их выполнении, кстати, есть некоторые хитрости и им я посвящал отдельные ролики. Так что, настоятельно рекомендую, посмотрите, иначе случайные напарники на задании будут, скорее всего, капец как выбешены, что вы заруинили им очередное закрытие мероприятия. ПВП в Destiny называется Гарнила. Делится на два плейлиста. Быстрые матчи и состязательные. Соответственно, набираться опыта лучше в быстрых играх, а в состязалку идти подготовленной командой. Зачем тебе Гарнила? На самом деле, пока ты в игре только начинаешь, ПВП тебе поможет в одном, там быстрее прокачка. За каждый матч тебе будет падать опыт и шмот, а поскольку матчи в Гарниле не особо долгие, прокачаться там ты сможешь очень ловко. Но главное, береги нервы. Почему тебя новичка кидает с 10 уровнем против меня, 50 уровня? Потому же, почему это происходит и в других шутанах, той же Баттле или Call of Duty. Уровень. Уровень силы не влияет на урон или броню в ПВП, там все равны, отличия только в пушках и в скиле. Так, дальше. Помнишь, я говорил о желтых значках? Вот когда их не останется на карте, то есть когда ты все выполнишь, тебе останется ждать еженедельного обновления. Этот ресет бывает каждый вторник в 8 часов по московскому времени. У нас в группе ВКонтакте мы в это время постим всю нужную информацию по обновлению. Какие миссии появились, какие режимы в ПВП добавились и так далее. Не поленись, пройди по ссылке под видео, там много полезного. Будешь в курсе всех новостей. Так же бывает ежедневный ресет, это такой мини апдейт, который добавляет одно испытание в случайном режиме раз в сутки. Так же в 8 часов по московскому времени. Главными активностями после еженедельного обновления для тебя пока что станут Сумрачный налет и Рейд. Сумрачный налет это налет на повышенном уровне сложности с увеличенной наградой. Главный совет, который я могу дать, проходить в команде и обращать внимание на модификаторы налетов. Это вот такие значки, ты можешь наведя на них прочесть информацию об их эффекте. Обрати внимание на Ожог, это такой мод, который увеличивает определенный тип урона на протяжении задания. Если стоит Солнечный Ожог, то выбрав Солнечный подкласс персонажа и оружие с Солнечным типом урона, ты будешь больше урона по мобам и наносить. А вот выбрав не тот тип стихии, рискуешь наносить очень низкий дамаг и усложнишь себе и команде этим прохождение. Рейд. Рейд это эндгейм активность номер 1. К ней нужно подготовиться. Прокачать персонажа, собрать команду из 6 человек и изучить тактики. В версии игры без дополнений тебе будет доступен только один рейд, Левиафан. У неопытной группы его прохождение может занять не один час и не два. Так что, чтобы понимать о чем идет речь, посмотри видео о прохождении этапов этого рейда и о подготовке к нему в отдельном плейлисте на канале. Вообще, под видео я оставлю кучу полезных ссылок в закрепленном комментарии. Обязательно посмотри, я старался. Теперь пара слов об экономике и ресурсах. В меню инвентаря ты найдешь массу непонятных предметов. Внимательно читай их описание. Как правило, там указано, для чего они нужны. Например, детали оружия, которые ты можешь уничтожить за ненадобностью, можно сдать оружейнику и взамен получить другое оружие. Есть у брони и оружия два слота для улучшений. Модификатор. Это такой перк, который ты можешь выставить в элемент своего снаряжения и добиться желаемого эффекта. Например, увеличить емкость магазина или параметр стойкости на броне. Вторая ячейка отвечает за абсолют. Это такой относительно новый тип прокачки в игре. Абсолют оружия получает дополнительный бонус к параметрам, например, расстояния, а также создает сферы света за двойные убийства, с помощью которых ты и твои напарники быстрее откапливают себе суперспособности. Но ты, наверное, хочешь самое крутое снаряжение и оружие. Экзотическое? Оно очень редкое, потому и ценное, но, как правило, имеет огромное преимущество перед другим оружием или броней. Например, экзотические перчатки смогут снарядить тебя двумя гранатами, а не одной, или помочь тебе мгновенно откапливать свой суперзаряд. Падает редко, но раз в неделю ты можешь купить какой-то экзот у специального таинственного торговца Зура. Приходит он раз в неделю, 8 часов по московскому времени в пятницу, и уходит во вторник также в 8 часов. Может остановиться в городе, может спрятаться на какой-то планете, но, чтобы ты не тратил время на его поиск, у нас в группе, опять же, мы каждую пятницу сообщаем, где торговец, что он продает и что стоит брать. Так что внимательно изучай ассортимент и закупайся. Вообще, все свои шмотки и экзоты можно отследить в коллекции. Я видел, что вы спрашивали в комментариях, что делать, если разобрал. Ну вот, идешь в коллекцию и покупаешь обратно. Изи. Что еще из активностей стоит назвать? Наверное, упомянул об ивентах. Ивенты в игре доступны всем игрокам, независимо от того, есть у вас DLC или нет. Вот только что был хэллоуинский ивент с эксклюзивными наградами и режимом игры. Довольно часто проводится ПВП-ивент «Железное знамя», где сражаются лучшие из лучших в борьбе за эксклюзивные награды. О каждом ивенте я делаю видео на канале и рассказываю, что он предлагает и для чего нужен. Разумеется, большинство заданий ты будешь получать от вендоров. Но для чего они еще нужны? Окно вендора содержит информацию о вещах, доступных к покупке, и текущий уровень репутации. Чтобы повысить эту репутацию, нужно приносить и сдавать вендору ресурсы его локации. За каждое повышение репутации вы будете получать наградную энграмму с предметом из уникального сета этой локации. Также за небольшую плату вы можете взять контракты, выполнение которых принесет вам немного ресурсов. Кроме того, планетарные ресурсы необходимы для прокачки оружия. В случае с завалой, шаксом, банши-44 или скитальцем, которые относятся к вендорам в башне в последнем городе, повышение репутации происходит за счет специальных знаков, которые вы получаете за прохождение налетов и игры в PvP. Кроме того, в игре есть множество персонажей, которые выдадут вам квесты на уникальные предметы. Так, более-менее основные моменты рассказал. Теперь о полезных мелочах. 10 советов. Первый. Не спеши избавляться от различных ресурсов в инвентаре. Иногда ты можешь, не разобравшись, удалить предмет, который сэкономил бы тебе силы и время. Если места мало, используй хранилище в городе. Там можно хоть запасы на зиму засаливать. Второе. Легендарные осколки падают за распыление легендарных шмоток и в награду за налеты, поднятие рангов. Но на начальном этапе у тебя их будет мало, так что лучше сохраняй их до пятницы, а потом закупайся на них у Зура. Третий. Бери контракты Шакса, Завалы и других персонажей. Так ты быстрее прокачаешься и накопишь недостающие ресурсы. Не бойся играть в команде. Поверь, если ты упрешься рогом и не захочешь социализироваться в игре, она надоест тебе уже завтра. Не обращай внимания на ноющих и недовольных игроков. Это главная фишка нашего сообщества. Добро пожаловать. Мы любим эту игру, играем в неё сутками и при этом же не переставая ноем и говорим, какая она плохая. Но это не так. Как бы самохвально это и самовлюблённо не звучало, но если ты получил какой-то предмет, или пушку, или квестовый предмет, проверь, есть ли у меня на канале обзор на неё. Если ты получил квест и не знаешь, как его выполнить, проверь также через поиск по каналу. Я приложил тонну усилий, чтобы тебе было комфортно играть и осваиваться в игре, так что уверен, что труд не напрасен. Никто не совершит твоих ошибок за тебя. Пробуй разные билды, пробуй менять вид гранаты, тести каждое оружие, что тебе упадёт. Так ты и найдёшь свой стиль игры. Не обязательно надевать каждый элемент брони или оружия, который тебе падает с уровнем выше. Игра видит все предметы, что у тебя есть в инвентаре, в хранилище и на их основании сама вычисляет твою силу, так что награда будет падать тебе выше в любом случае. Чаще проверяй почту. Любая шмотка или анграмма, которая тебе выпала в какой-то активности и которую ты не смог подобрать или забыл, появится у почтальона. Однако его запасы не резиновые, и если ты не будешь забирать предметы у него вовремя, они начнут пропадать. Найди себе клан. На сайте Банжи на форуме полно объявлений о наборе в кланы как новых игроков, так и опытных. Клан поможет тебе быстрее освоиться и будет снабжать дополнительными наградами. Ну и наконец, купи дополнения отвергнутые, а лучше с сезонным абонементом. Об этом давай подробнее. Множество вопросов от новоприбывших именно в этом. Стоит ли покупать дополнения? Критично ли это? Ну вот, давайте я честен с вами буду. Если бы не вышел военный разум, не вышли отвергнутые, я бы вряд ли сейчас говорил с вами об этой игре. Поскольку до выхода дополнений игра была просто в плачевнейшем состоянии. И если вам она досталась бесплатно, вы уже сэкономили больше, чем любой из ветеранов того бы хотел. Купив все дополнения, вышедшие, вы получите два рейд-логова. По сути, это как два рейда, но поменьше. Один абсолютно новый рейд, четыре локации, Меркурий, Марс, Риф и Город грез. У вас появится просто тонна снаряжения и новых экзотов. Новых карт Гарнила, новый режим Гамбит, который офигенно сочетает в себе ПВП и ПВЕ. Получите несколько часов сюжетки, истории, квестов, новых персонажей, экзотиков, да и в целом, что касается отвергнутых, это не дополнение по цене игры. Это реально как новая игра. С релиза прошло два месяца, а нам все еще дают новый контент с ресетом, какие-то квесты, фишки с историей и так далее. На самом деле, проще посмотреть несколько моих роликов, в которых я делюсь впечатлениями от дополнений. Можете сравнить мои эмоции и то, как они менялись в лучшую сторону с каждым новым дополнением. Не хотите покупать сейчас по полной стоимости? Как я и сказал в начале ролика, окей, под новый год точно будет распродажа, и тогда будет правильнее брать даже самым экономным игрокам. Ну и разумнее брать с сезонным абонементом, ведь уже анонсировано еще три дополнения, первое из которых выйдет уже в декабре. Отдельно потом брать будет невыгодно. Кстати, с 9 по 11 ноября абсолютно все игроки Destiny 2, даже те, кто не покупал никакие дополнения, смогут поиграть в режим Гамбит, который появился с аддоном Отвергнутые. Крайне рекомендую заценить этот режим. Подробнее о Гамбите вы сможете почитать в нашей группе ВКонтакте и посмотреть видео на канале. Там научим, как играть. Если решите играть, пожалуйста, посмотрите эти материалы, ваши напарники вам спасибо скажут, ну и побеждать чаще будете, обещаю. Вот такие дела. Не помню, когда я делал такие долгие видео до этого. Разумеется, я рассказал далеко не все, но надеюсь, я вам хоть немного помог разобраться. Если же у вас остались вопросы, переходите в нашу группу ВКонтакте, там много статей для новичков, новостей и все ваши вопросы всегда будут отвечены. Знатоки в комментариях не дремлют. Если мое видео было для тебя полезным, подпишись на канал, ставь свой киндергардиан лайк, а если хочешь сыграть со мной, получить набор эксклюзивных стикеров и прочие бонусы, можешь оформить спонсорскую подписку на Трипл Вайп, прямо как на Твиче, за символичную сумму поддержать проект. На этом точно все. Спасибо за просмотр, добро пожаловать в Destiny's Trash. Будем сражаться плечом к плечу.